АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Следующую пьесу я услышал в исполнении когда-то. В исполнении маленького мальчика он вышел на сцену в Несенской академии в Москве. Соглавное баяние эту пьесу. Тогда я для себя решил, что вот это точно, когда-нибудь я сыграю. Каким же надо было быть щедрым композитором, чтобы отдать такую тему не голосу, а отдать ее инструменту. Петр Ильич Чайковский. Он уже был на вершине композиторской славы, когда в Санкт-Петербург приехала оперная труппа 5-6-го разряда, не самая первая. Но итальянские оперы были популярны. И труппа имела успех в основном за счет примы французской певицы Дезерия Артро. Она блистала на сцене Варенского театра, покоряя всех своим волшебным голосом. Покорила Ильич Чайковского. Они встретились и провели несколько вечеров в кругу друзей. И между ними вспыхнуло чувство. Но пришла пора отъезда. Оперная труппа уехала, чтобы вновь вернуться через полгода. Вновь ставились оперы. Вновь блистала Зерия Артро. Вновь встречается Чайковский и она. Чувство их упрепляется. Чайковский впервые подумывает о женихбе. Ему 28. В те дни он пишет романс для фортепиана. Фа минор. Но друзья Чайковского понимали, что Дезерия России не нужна. Она уедет и увезет с собой Чайковского. Они стали всячески убивать линии между влюбленными. Они разговаривали с матерью Дезерия. Разговаривали с самой Дезерия. А молодые уже вручились. В конце концов друзья добились своего. Отношения стали охлаждаться. Пришла пора отъезда. На перроне вокзала Чайковский и Дезерия договорились, что будет лучше, если Чайковский сам приедет во Францию. Через несколько месяцев там они все решат. Труппа уехала в Варшаву. Через неделю Дезерия вышла замуж за баритона этой труппы. Остался романс. И в нем Чайковский словно предчувствовал, что счастливого конца у этой истории не будет. Тетрид Чайковский. Романс для фортепиано. Победа. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 к пьесе пришла, вместе с ней ушло имя. Теперь никому неизвестного артиста, но это всего лишь легенда. Эту пьесу вряд ли можно легко встретить в записи на инструменте, для которого она написана для альда с оркестром. Чаще ее играют маянисты. Иван Евстафьевич Хандошкин, Ронда Охота, из концерта для альда с оркестром до мажор. КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ